Слава Господу, братья и сестры! Господь дал для нас прекрасное время сегодня быть пред Божьим лицом и назидаться от Слова Божия. Сегодня также в нашем служении будут участвовать дети из Славянской Христианской Академии. Я хотел бы чуть-чуть рассказать немножко больше информации. Там сейчас в этой школе, которая при нашей церкви, обучается примерно 150 студентов. И что интересно, и что очень хорошо, каждый урок начинается молитвой, практически каждый урок. Каждый день студенты начинают с молитвы. И когда оканчивается день, когда последний урок, то тоже все молятся за то, чтобы Бог благословил. Благодарят за день, за классы, которые были, и просят, чтобы Бог благословил и в дороге домой. Также студенты учатся петь, проповедовать, молятся друг за друга, за нужды. Почему я знаю это, я там сейчас работаю, в этой школе. Поэтому это большое благословение, друзья, и я просто приглашаю, чтобы молиться об этом деле и поддерживать наших детей, чтобы они были успешны в этом бушующем мире. Тема моей проповеди сегодня звучит так. Проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Так прямо есть в Библии и написано в Новом Завете, и потом мы это место прочитаем. Но начну я свое слово из истории Моисея, которое записано в книге «Исход». Я начну с первой главы, 22 стиха, а потом мы перейдем на вторую главу. Итак, книга «Исход», первая глава, с 22 стиха. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но, не могши доля скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». И когда мы смотрим на эту историю, это волнующая история, как был рожден и как был спасен Моисей. В какое жестокое время родился Моисей. Он родился в то время, когда фараон повелел убивать всех мальчиков, бросая их в реку. И когда Моисей родился, друзья, он был прекрасным. И мама его, видя, что это дитя прекрасное, она хранила его сколько могла. Потом, когда уже не смогла хранить, дольше не могла она уже его хранить, она приготовила такую корзинку, осмолила ее, и она поставила ее на воду. И таким образом Моисей был спасен и стал могущественным Божьим служителем, через которого Господь сделал свое спасение для народа израильского. Когда мы рассуждаем, друзья, об этой истории, что мы можем взять для себя из этой истории? Прежде всего, когда мы видим, какой был жестокий фараон и как он захотел убивать этих новорожденных еврейских детей, то мы смотрим на этот мир, и мы можем подумать, и мы можем это увидеть, как этот мир и как враг. Как он жестокий, так же и злобный, и как он хочет поглотить именно христианскую молодежь. Как, кажется, все силы ада, они ожидают, как бы уловить наших прекрасных детей, и чтобы сбить их с пути. И другое, когда мы смотрим, что Моисей был прекрасным, хочется сказать, друзья, и я думаю, что все мы согласимся, когда мы смотрим на нашу молодежь, на наших детей, и мы смотрим и видим, Господи, это прекрасные дети, это прекрасные юноши и девицы, и нам просто их жаль, и наше сердце волнуется за них, потому что это не просто, не просто, знаете, молодежь, не просто подростки, но мы видим у них прекрасные желания. Они хотят служить Господу, они уже в свои молодые годы, они молятся, они поют, их не сверстники занимаются чем-то другим, а эта молодежь действительно прекрасная. И, само собой, нам хочется, чтобы эта молодежь, мы смотрим на их и просим, Господи, пусть они такими и остаются, пусть они никогда не изменятся, пусть они не поменяются, пусть они не ожесточатся, пусть никто и никогда не выкрадет веру из их сердца. И вот так же и смотрела мама Моисея. Очень короткое время она могла его сохранить, очень короткое время она могла сохранить, но когда мы смотрим на то, пришло время, когда она больше уже не могла хранить Моисея, не могла его скрывать. И мы смотрим нашу жизнь так же, друзья. Наши дети подрастают, когда они вместе с нами в наших домах, когда они живут вместе с нами. Мы стараемся их оградить. Мы говорим, вот ту программу не смотри, вот на этот веб-сайт не выходи, с такими друзьями не общайся, таких слов не говори. И мы, почему мы это делаем? Потому что мы знаем, там есть яд, там есть зло, там есть грех. И этот грех, он может поранить, он может искалечить сердца этих молодых детей. И поэтому мы стараемся их сохранить, мы стараемся их оградить. Но приходит время, когда наши дети вырастают, и они уйдут из нашего дома. Так как мы поем в одном псалме прекрасном христианском, пустеет в доме христианина, уходят дочери и сыновья. А так недавно, как рой пчелиный, росла здесь дружная детвора. И это правда, дети уходят из дома. Папа и мама стараются сохранить, как могут. Но всегда придет то время, когда твой ребенок, он вспорхнет из этого семейного гнезда. Он, может быть, уедет далеко, он уйдет куда-то. Но прежде чем не смогла мама Моисея больше сохранять его дома, она что-то сделала. Она для него приготовила эту корзинку. Она приготовила корзинку, она знала, что ему придется плыть по этой реке. Но она хотела, чтобы он не утонул. И она приготовила эту корзинку. И она не только ее приготовила, она ее осмолила. Она ее осмолила, она сделала ее герметичной. Она сделала, чтобы вода не проникла и чтобы этот мальчик не утонул. И она поставила, после того, как она сделала эти все приготовления, она поставила его на воду и отпустила от себя. И дальше придала в Божьи руки, что будет, что будет. Дорогие друзья, когда наши дети уходят из нашего дома, мы также должны что-то приготовить для них. Так же, как мама Моисея, она приготовила для него эту корзинку. Она сделала для него эту ограду. Она сделала для него какое-то приготовление. Так же и мы должны сделать какое-то приготовление для наших молодых, для нашей молодежи. И я сегодня хотел бы обратить внимание, чем можно оградить, чем можно осмолить судьбу наших детей. Чем можно это сделать? Что для них можно сделать хорошего, чтобы Бог их сохранил, чтобы им было легче, чтобы они прошли эти опасности жизни, этих бурь этого мира. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это молитва. Мы можем и должны оградить наших детей молитвою во имя Иисуса Христа. Мы можем молиться о них. Мы можем вымолить их у Господа. Мы можем принести много молитв за них. Мы можем молиться и должны молиться за них Господу. И эта молитва, она будет служить как оградою. Она будет служить как перед Богом напоминанием, чтобы была произнесена молитва за судьбу этого ребенка. Это имя было упоминаемо много раз перед Господом. Возможно, в дневное время. Возможно, на служение, как сейчас, а может быть и ночью. И поэтому Бог будет смотреть на этого человека, на этого возрастающего молодого человека особенно, потому что там и была ходатайственная молитва. И вот что пишет Иеремия, пророк Иеремия. Мы это читаем в книге «Плач Иеремия» в 2 главе. И в 18-19 стихи «Стенат щели Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое, пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а душе детей твоих». Как призывает Слово Господне, Дух Святой сказал к народу израильскому, не давай себе покоя ночью, вставай ночью, когда стража меняется, этих 4 часа, и молись Господу со слезами, не давай себе покоя, пока ты не получишь уверенность, пока ты не получишь свидетельство, что Бог принял твою молитву. И Бог ответит на эту молитву, Бог даст твой ответ. Некоторое время назад я был в нашем реабилитационном центре, там, где ребята проходят реабилитацию, которые были наркоманами, которые принимали наркотики. И я проводил там беседу или курс о молитве. И прежде я сказал, давайте вы скажите мне, что вы сами знаете о молитве. И они сказали, что они знают, как они понимают молитву. И потом я сказал, скажите, пожалуйста, мне, приведите пример, как Бог отвечает на молитву. И много сказали, много дали ответ, но один ответ не запомнился. Один молодой, красивый парень, вот такие, как наши братья, он рассказал, что когда он увлекся этим грехом, этим тяжелым и опасным грехом, и он часто приходил домой, и приходил домой поздно ночью, когда ребят с этими своими друзьями, он общался и грешил. И много раз он приходил ночью, видел папа и мама молятся, а один раз он пришел ночью, и он видел, молится его папа, молится его папа, и он пошел в свою комнату, лег, а папа молится, а папа молится, и он говорит, эту ночью папа молился всю ночь за своего сына, и под утро он видит, папа все еще молится, и под утро Дух Святой начал сильно тревожить его сердце, и ему Бог проговорил, смотри, до чего ты довел своих родителей, смотри, папа не имеет покоя, он молится за тебя целую ночь, теперь ты должен молиться за него, чтобы у папы было все хорошо, и так он начал каяться, это была ночь, когда последняя ночь греховная, в этот утренний час, он сделал решение, обратиться к Господу, и служить Богу, вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, потому что есть отвечающий, есть Бог, который слышит твою молитву, и поэтому мы можем осмолить, мы можем оградить судьбу наших детей искренней, горячей молитвой, и днем, и ночью, и да благословит нас Господь это делать. Другое, друзья, что мы можем еще сделать для наших молодых, для нашей молодежи, это наставление, это наставление, не только нужно молиться, а наставить, рассказать, объяснить, почему это плохо, к чему это приводит, наставление очень важно, и Слово Господне, мы читаем особенно в книге, притчей, очень много о наставлении, что наставление это свет, это жизнь, это те слова, которые, если ты наставишь юношу в начале пути его, он не сойдет с него, как важно преподать наставление, и что говорит Слово Господне о наставлении, мы читаем во втором послании после Павла к Тимофею, четвертая глава, из первого стиха я прочитаю, важные и сильные слова, которые сегодня имеют силу, которые сегодня важны, и они обращены и к служителям, и к проповедникам, но вместе с тем и к каждому родителю, каждому отцу и каждой матери, и вот что Павел пишет своему другу Тимофею, «Итак, заклинаю Тебя пред Богом и Господом нашим и Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его, проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». И Павел дальше говорит, «Но ты будь бдителен во всем, ты перенеси скорби и совершай дело служения твоего». Сегодня, друзья, эти слова обращены к каждому из нас. Павел говорит, для того, чтобы молодежь смогла свой путь совершить правильно, чтобы она была ограждена, необходимо проповедовать им Слово. И проповедовать здравое Слово, проповедовать здравое учение, евангельское учение, не прикрашенное, не примазанное, не замазанное ничем, но здравое, трезвое учение. То, что грех, нужно сказать, что это грех. И нужно не быть теми учителями, которые хотят льстить слуху учеников, но нужно там, где правда, нужно сказать правду. И этому учил апостол Павел своего молодого друга Тимофея. И он сказал, и для всех из нас, для родителей, ты проповедуй Слово, ты, если нужно, то ты запрещай, даже запрещай, увещевай, и со всяким долготерпением, и назиданием. Скажите, друзья, сегодня нравится многим людям, когда запрещают, когда говорят, что-то не можно делать, не всем это нравится. И некоторые люди, некоторые даже служители, они смущаются и не знают, как подойти, с какой стороны к этому молодому человеку, как к нему обратиться, чтобы он не обиделся. Но апостол Павел говорит, призывает к твердости, говорит, ты проповедуй Слово, потому что за этим Словом стоит Господь, не надейся на свои человеческие способности, ты скажи Слово от Господа. И Господь стоит за этим Словом, и Он будет делать свою работу. Поэтому, друзья, наша молодежь, она действительно прекрасная, она действительно прекрасная, но пред ними этот бушующий мир, сколько опасностей, сколько злых и грешных людей, и все мы хотим, чтобы Господь их сохранил. И сегодня мне Дух Святой положил на сердце сказать Слово это, о том, как мы можем оградить нашу молодежь, как мы можем оградить наших детей. Это молитва и наставление. Перед нами молитва, давайте эту молитву посвятим за наших детей, за эту молодежь, чтобы каждый молодой брат и сестра с нашей церкви, чтобы он остался верным Господу, чтобы он вошел в город воротами, чтобы он не был сбит никаким ветром искушения или ветром учения. Принесем их к Господу, так как это сделала некогда мама Моисея. И Господь увидел ее труд, ее старание, ее прилежание, и благословил. И Моисей вырос и стал прекрасным служителем, стал прекрасным человеком. Если мы это сделаем, наши дети вырастут, и они будут прекрасными. Бог их благословит. Для этого нужна наша молитва и наш труд. Да благословит нас этом Господь. Склоним колени, помолимся Ему. Аминь. Аминь. Благодарю. Абиту и лауды.